Добрый вечер! Мы продолжаем обсуждение греческого языка Нового Завета. Наш сегодняшний урок посвящен неизъявительным формам глагола дидами, а также условным предложениям в греческом языке. Он соответствует 35 главе в учебнике Мауса. На прошлом уроке мы с вами обсуждали форму изъявительного наклонения от глагола дидами. Теперь пришло время изучить остальные формы этого глагола. Напоминаю, что глагол дидами является представителем класса глаголов, которые спрелопрягаются по так называемому атоматическому спряжению, то есть у них отсутствует соединительное гласное, которое иногда называется тематическое, и окончания добавляются прямо к основе глагола. При этом у них свой собственный набор окончаний в изъявительном наклонении настоящего времени действительного залога за пределами этой формы. Окончания уже привычные, новых окончаний нам почти не придется учить. И у этого глагола есть такая любопытная особенность, как у других глаголов на ми. При образовании формы настоящего времени первая согласная основа у них удваивается, и между удвоенной согласной добавляется йота. Поэтому глагол дидами корень до, но форма настоящего времени ди-до-ми. Ну и вот пришло время посмотреть, что же происходит с этим глаголом за пределами изъявительного наклонения. В этом учебнике, в общем-то, такой краткий обзор о форме его в разных наклонениях и в каких-то неличных формах глагола. Первое, в параграфии 35.1 вы можете увидеть форму этого глагола в сослагательном наклонении сразу для настоящего времени и для аориста. Ну и давайте мы так коротко посмотрим на эти формы, чтобы нам сориентироваться и представить, как они образуются. Во-первых, вы можете увидеть, что для действительного и для среднего залога форма настоящего времени и аориста чрезвычайно похожа. Разница лишь в корне. В настоящем времени корень ди-до, а в аористе просто корень до. И если в изъявительном наклонении глагол дидами образовывал первый аорист, то есть там добавлялся суффикс, то в других наклонениях этот глагол образует второй аорист, то есть никакого суффикса нет, и аорист как раз мы узнаем по вот этому изменившемуся корню. Теперь смотрим, собственно, на окончание. Окончание достаточно стандартное для форм сослагательного наклонения. Смотрите, ну, должно быть окончание в первом лице единственном числе омега и омегу мы видим. И вы эту форму не перепутайте с другими формами, потому что в изъявительном наклонении такой формы ди-до у нас нет. Во втором лице единственном числе форма ди-до-с-с и с подписной йотой, и окончание было съедено этой омегой. Результат слияния мы видим в виде облеченного ударения, и по подписной йоте, и по сигме мы, собственно, узнаем форму. Ди-до, третье лицо опять с подписной йотой, и вот таким вот образом, глядя на эти формы, мы можем осознать, что мы имеем дело со слагательным наклонением. И обратите внимание, аналогичных форм в изъявительном наклонении нет, так что путаницы не возникнет. Что касается множественного числа, ди-до-мен, ди-до-те, ди-до-с-ин, то опять-таки в изъявительном наклонении там было омекрон, здесь у нас омега, и вот эта вот замена омегром омега, вот для этих форм, опять-таки, хорошая подсказка, что мы имеем дело с не с изъявительным, а с сослагательным наклонением. Облеченное ударение, омега, сравнение с формами изъявительного наклонения. Вот если вы посмотрите на какие-то отличия, которые между теми и теми формами есть, то вы осознаете, что не такая уж и большая проблема распознавать формы со слагательного наклонения. Ну, запамятовав эти детали, конечно, можно перепутать форму со слагательного наклонения с формой изъявительного наклонения, ну, например, какой-нибудь ди-до-мен с омегой, облеченным ударением, или ди-до-мен с омегром, которое было бы в изъявительном наклонении. Да, если вот вы деталь не удержите в памяти, форму вроде бы можно перепутать, но, с другой стороны, контекста обычно достаточно, чтобы понять, с каким наклонением мы имеем дело. Со слагательным наклонением не возникает просто так, и после ям, после хинна, в опросе, или еще в какой-то специальной конструкции, и контекст подсказывает нам, что мы должны вот сейчас иметь дело со слагательным наклонением. То же самое в среднем залоге, привычное окончание, май, ну, сай, слившаяся, проглоченная, от которой осталась одна подписная йота, тай, метастерн, тай. Если вы посмотрите на эти формы и посмотрите аналогичные формы в изъявительном наклонении, вы опять увидите, что вот этой омегой вместо омегран эти формы отличаются. Аналогичные формы ориста и действительного залога, и среднего залога вообще очень хорошо распознаются, у них точно такие же окончания, как и в настоящем времени, но, как мы уже сказали, другая основа. Что же касается форм страдательного ориста, которые имеют уникальные формы, в отличие от настоящего времени, то корень до, суффикс т и стандартный набор окончаний, привычных нам по сослагательному наклонению. В общем-то, несмотря на все вариации сложности, формы сослагательного наклонения дидами достаточно легко распознаются. Теперь, в следующем параграфе, 35.2, описаны формы повелительного наклонения этого глагола. На что нам нужно обратить внимание? Ну, опять, как обычно в повелительном наклонении случается, самые проблематичные формы, это второго лица, единственного числа, они как-то так выбиваются из общей модели. Форма настоящего времени, действительного залога. Ди-ду. А если вы вспомните, что эпсилон, а это то, на что заканчиваются обычно формы действительного залога второго лица, единственного числа повелительного наклонения, ну, обычных глаголов, и представите, что эпсилон слилась с омикрон основы, помните, омикрон плюс эпсилон дает бит в том у, то вы поймете, что это за форма такая. И отматывая вот это слияние назад, и диду превращая в дидо плюс эпсилон, вы узнаете повелительное наклонение. А орис того лица, единственного числа, имеет форму дос. Эта форма, что привычное нам не похоже, ее нужно отдельно, специально заучить. Ну, с другой стороны, вот этот дос, дай, так хорошо звучит, что очень легко заучивается. Если вы вдруг решили выучить молитву Отче наш на греческом языке, а многие это делают, это так здорово знать какой-то значимый текст на греческом языке, то вот это вот дос, хумин, сэмерон, дай нам, как раз должно у вас в памяти остаться. Форма третьего лица имеет окончание ТО, типичное именно для повелительного наклонения, и корень ДИДО или ДО хорошо виден, проблем никаких нет. Второе лицо множественного числа, как обычно, похоже на форму изъявительного наклонения, и здесь та же самая проблема распознавания. Третье множественное, ТОСАН окончание, вы ни с чем не перепутаете. В среднем залоге форма для настоящего времени ДИДО СО. Вот это СО окончание вам не знакомое. На самом деле это и есть окончание повелительного наклонения среднего залога исторически, и потом просто СИГМА выпало в глаголах тематического споряжения, и соединительное гласное, и ОМИКРО, стоящие после СИГМА, слились с ДИФТОНКУ, и поэтому ЛУУ, например, форма среднего залога повелительного наклонения в глаголу ЛО, и такую же самую У вы можете увидеть во втором колористе, ДУ. Но здесь СО осталось, кстати, в перфекте повелительного наклонения тоже есть СО, но перфекте повелительного наклонения почти не встречаются в Новом Завете. Что касается третьего лица ДИДОССТО, СТО технейшее окончание, и вы его не должны с чем-либо перепутать, и во множественном числе ДИДОСТЕ, стандартная проблема распознавания повелительного и изъявительного, и ДИДОСТОСАН, СТОСАН неперепутываемое с чем окончание. У ОРИСТО те же самые окончания после СКОРНЕМ ДО, и в страдательном залоге ОРИСТО, ДО ТТИ, ДО ТТО, ДО ТТ, ДО ТТОСАН. Все формы очень похожи на привычную вам форму повелительного наклонения, и никаких сложностей нет со спознаванием. А теперь, что касается неличных форм, от глагола ДИДОМИ, во-первых, инфинитив. Если вы посмотрите на формы, инфинитив действительного залога, ДИДО НАЙ, ИНУЛИВАОРОСТИ ДУ НАЙ. Накончание НАЙ мы знаем у инфинитивов, и хотя мы привыкли, что в действительном залоге настоящего времени окончание не НАЙ, а ЭЙН, просто само знакомство с окончанием НАЙ, помните, оно, например, появляется как элемент окончания в ауристе страдательного залога, оно там появляется в перфекте, оно появляется у некоторых глаголов, мы с вами говорили, что, например, у глагола ГИНОВСКО, в ауристе действительного залога появляется окончание НАЙ. То есть вот наличие этого окончания там-там-там делает это окончание привычным, теперь вы просто должны осознать, что вот НАЙ, если вы увидели, то вы имеете дело с инфинитивом. Ну а формула ДИДО НАЙ после этого достаточно легко будет узнаваема, так же, как и ДУНАЙ. Да, здесь вот, конечно, появилась дифтон У, который, может быть, чуть-чуть мешает распознать эту форму, но всё равно элемент ДО всё ещё виден, и НАЙ хорошо видна, поэтому вы распознаете. Средний залог ДИДОСТАЙ, ну и СТАЙ, стандартное инфинитивное окончание, и ДОСТАЙ в ауристе, и страдательный залог ауриста ДО ТЭНАЙ. ТЭНАЙ обычный для страдательного залога инфинитива в ауристе, так что здесь никаких проблем нет. Вот просто помните ещё, помните окончание ЭЙН, помните там САЙ для инфинитива, помните в том же СТАЙ, и вот это помните НАЙ, если он тот набор окончаний инфинитивных, которые мы с вами обсуждали, вы помните, то, в общем-то, вы вполне распознаете инфинитив от глагола ДИДОМИ, но и от других глаголов ДИДОМИ тоже. И, наконец, последнее, неизъявительное, не личная форма, это причастие. Вам дана табличка, в которой приведены не вообще все возможные формы причастий, а приведена форма сначала в именительном падеже, потом в родительном падеже. Зная формы именительного и родительного падежа, все остальные формы вполне можно предсказать. Что касается действительного залога, форма следует третьему всклонению, что касается среднего залога, то форма следует первому, второму всклонению. Итак, просто давайте посмотрим действительный залог в настоящее время и мужской род. ДИДУС. Именительный падеж ДИДОНТОС. Родительный падеж. Что здесь происходит? Что произошло? Суффикс МТ, стандартный суффикс причастный, как мы обожидали, добавляется к основе ДИДОНТ. А когда добавляется сигма, окончание именительного падежа единственного числа, она съедает и Т, и Н, ну и мы бы, может быть, ожидали что-нибудь типа ДИДОС. Но когда происходят подобные съедания, иногда случается так называемое компенсаторное удлинение, и ОМИКРОН удлинилось в ДИФТОНГ-У. Поэтому не ДИДОС, а ДИДУС. Но во всем остальном, но во всех остальных формах такого удлинения нет. у нас ДИДОНТОС, ДИДОНТИ, ДИДОНТА, ДИДОНТЭС, ну и так далее по стандартной модели третьего склонения. Женский рот, ДИДУСА, и вот это вот окончание УСА, она так и будет дальше меняться по модели первого склонения, ДИДУСА, ДИДУСЭС, ДИДУСЭ с подписной йотой и прочее. Средний рот, ДИДОН, нулевое окончание, Т на конце не могло стоять выпало, и поэтому от суффикса НТ осталось просто Н, ДИДОН. Никаких удлинений, ничего нет, но ДИДОНТОС, ДИДОНТИ, ДИДОН, ДИДОНТА и так далее. Опять-таки по стандартной модели третьего склонения для среднего рода. В аоресте все точно так же, за исключением того, что у нас основа теперь не ДИДО, а просто ДОНТО. Сравните аорестные формы, и вы увидите, что вот все причастные, связанные с причастием морфемы точно такие же, только разница в замене основы. Средний залог, тут вообще все легко, добавляется стандартный суффикс МЕН, ДИДОМЕНОС в мужском роде, ну и ДИДОМЕНОС, ДИДОМЕНО, и так далее, по второму склонению для мужского рода, по второму склонению для среднего рода, и по первому склонению для женского рода. Опять-таки, в настоящее время и аорест вполне совпадают по своим морфемам, разница только в основе. И, наконец, страдательный залог аореста, где есть специальная форма, корень ДО, и окончание ТЭС, именительный единственный ТЕН-ТОС, ну, видите, суффикс ТЭ, аорестный суффикс НТ, причастный, и все по той же самой модели, которую вы изучали и для обычных причастей. Так что, помня, как и что происходит в обычных причастиях, не глаголов, нами, а тематического сближения, и просто понимая, что здесь другой корень, ну, просто применяя к этому корню ДО, все, вы вполне можете понять все формы причастия от глагола ДИДОМЕНИ. Как видите, у ДИДОМЕНИ, конечно, огромное количество разных форм, сравнивая формы между собой, в какой-то момент можно очень смутиться, потому что они разнообразные, и, наверное, если бы нас заставили по памяти воспроизвести все 330 разных, возможно, форм глагола ДИДОМЕНИ, ну, почти у всех бы возникли проблемы, но, когда дело доходит до распознавания, разглядели корень ДО, посмотрели на там окончание, морфемы, на то, что получилось, и, в общем-то, почти в любом случае мы форму глагола ДИДОМЕНИ и изъявительному наклонению, и в неизъявительных наклонениях распознаем. Субтитры создавал DimaTorzok